Музыка 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 Здравствуйте Дорогие друзья В этом видео уроке Мы с вами посмотрим 5 модификаторов Очень полезных и нужных С помощью которых вы сможете Из сплайнов получать Трехмерные объекты Вообще технология моделирования с помощью сплайнов В 3ds Max одна из самых удачных Когда речь идет допустим О строительстве зданий там и об интерьерах Во многом И основано на том что вы должны научиться Чертить сплайны то есть плоские фигуры Здесь вам очень поможет модификатор Edit сплайн если вы еще не познакомились Не обязательно займитесь этим Ну и конечно же из сплайнов Можно и нужно получать объекты Трехмерные и вот для этого есть 5 основных модификаторов Я вам покажу их всем Притом постараюсь показать некоторые Интересные тонкости и по их настройкам И по их методике применения Этот урок кстати говоря Довольно длинный Я даже сначала думал записать 5 отдельных Небольших но все таки я в здравом смысле Победил это будет один урок Какие то вещи вы наверняка уже знаете Но я надеюсь что смогу В чем то вас удивить даже если Вы уже работали с максом Работали со сплайном Вот давайте начинать Первый самый простой модификатор Extrude то есть обычное выдавление В чем смысл Вот у меня есть нарисованный сплайн И я применяю к нему модификатор Extrude Особо каких настроек Сколько нему мы с вами не увидим Параметр Amount это его толщина Параметр Segments Дополнительные сегменты Зачем они нужны Сейчас посмотрим Действительно они точно не нужны Cap Start Cap End Это так называемые шапочки Шапочка на одной стороне Шапочка на другой стороне Это основные настройки Могу сказать что есть еще Секретная такая настройка Morph или Grid Переключая ее В общем то мы ничего не видим На самом деле изменения есть Вот эта плоскость Она представляет из себя сетку Пускай вы и не видите этого Существует способ подглядеть Внешний вид этой сетки И если у вас стоит вариант Morph То сетка максимально экономична Я вот постараюсь вам показать ее Это можно сделать допустим Применев модификатор Edit Mesh И выделив все ребра И вот мы видим эту сетку Вот она В режиме Morph она максимально экономична Некоторые версии Макса Ошибаются в такой сетке Когда у тебя сложность у нас Куча окон Могут некоторые окна не прорисоваться Если такое случилось Переключите на сетку Grid Она более устойчива Вы можете это увидеть сейчас Сетка Grid она выглядит вот так Не слишком экономичная мягко говоря Но очень устойчивая и надежная В этом случае расход полигонов больше Воритетность глюков значительно меньше Поэтому если на сложной стене Вы видите что все хорошо Но какое то окно допустим Провалилось и не отрисовывается Попробуйте переключитесь на Grid В большинстве случаев Морфом подойдет идеально Если глюков никаких нет То и переключаться на Grid я уменьшу Второй объект С ним Мы посмотрим что такое сегменты Давайте я опять применю модификатор Extrude И добавлю побольше высоты Вообще говоря я хочу сделать колонну С витой такой структурой Поэтому я взял вот такой интересный объект Добавил ему побольше высоты И поставил сегментов Ну допустим 100 штук Ну немало да Ну а теперь применил модификатор Твист И поставил твисту Побольше Угол скручивания Вот зачем нужны сегменты Допустим 720 градусов Много Ну так вот Маловато В любом случае если бы на этапе экструда Я сегментов поставил меньше Допустим 10 5 1 Ну последствия вполне очевидны Об экструде это все Модификатор очень простой Вот этот переключатель Morphe Grid Да порой выручает Не часто Но бывает что Срабатывает Следующий модификатор Это Два по сути модификатора Bevil и Bevil профиль Но впрочем второй из них В том ключе Который я сейчас покажу Вы сможете использовать только в 17 версии Макса Ну и по всему Более старших Которых пока еще нет в момент запись этого видео Что же делает модификатор Bevil Это выдавливание с фасочкой Вот такая Табуреточка Будет собрана у нас из досочек Толщина доски Два сантиметра И я хочу чтобы доска в разрезе Выглядела так Маленькая фаска Толщина И маленькая обратная фаска Вот эти фаски Если смотреть сбоку на доску Они должны давать Небольшой блеск Чтобы свет на них играл То есть вот это все Два сантиметра Но по сути В каждая фаска Она имеет толщину Два миллиметра Итого получается Два миллиметра одна фаска Два миллиметра другая фаска И толщина уже центральная Будет всего 1,6 И соответственно 0,2 и 0,2 И вот модификатор Bevil Как раз такими делами и занимается Применив Bevil Допустим пока Только к столешнице Я включаю Level 2 и Level 3 у него Это и есть Первая фаска Толщина и вторая фаска Но я ставлю первую фаску 0,2 на 0,2 Это ее Высота и отступ в бок Вот мы можем видеть этот отступ Вот он начинает форматоваться Толщину ставлю 1,6 Как мы выяснили Именно столько Должно получиться За вычетом двух фасок И Обратную фаску 2 и Минус 2 Минус извините 0,2 конечно Это обратная фаска Минус это для того Что оно пошло внутрь И вот мы получаем Вроде бы тот же самый экструд Но только у него теперь Есть маленькие фасочки Издалека это смотрится Интереснее Видно как фаска Поблескивает Немножко Что приятно Бевил запоминает Настройки То есть если я применю К остальным объектам Неважно вместе Или по очереди Он применится Уже настроем Возникает вопрос А можно ли эти фаски Закруглить красиво Но откровенно говоря В модификаторе Бевил Хоть и предусмотрена Такая функция Но работа она Отвратительная Не буду даже пытаться показать Разработчики 3D Max Давайте я отменю А лучше даже Скопирую Сначала А потом У копии Отменю Так вот Разработчики Максом В 17 версии Предусмотрели Все таки Возможность сделать Фаски Закругленными Но для этого Вам придется применять Не обычный модификатор Бевил А модификатор Бевил профиль Бевил профайл В так называемом Улучшенном Варианте Настройки Но впрочем Что там Говорит Давайте лучше посмотрим Модификатор Бевил профайл Раньше использовался Исключительно для того Чтобы сделать фаску На основе Произвольного сечения Он и сейчас Может быть использован Таким образом Но Как видите По умолчанию Он стоит в режиме Improved То есть улучшенный И здесь Предусмотрено Множество готовых Вариантов фасок А также Толщина Настройка совсем другая И в общем Несмотря на большее Количество Параметров Она более простая Сначала мы указываем Саму толщину Здесь не нужно В голове рассчитывать Все вот эти размеры Просто ставим 2 см И получаем В общем Почти такую же Табулетку Можно сказать Один в один Только Заметьте Фаска сверху есть А снизу нет Это потому что Кэфинг То есть торцы Верхний торец стоит Бевил кап А нижний просто кап То есть без фаски Тоже поставим Бевил кап То есть с фаской Вы можете попробовать Истальные варианты Но в общем то они Вполне очевидны Там есть варианты Где вообще торца нет Где он есть без фаски И где есть фаска Но нет торца И вот мы получили Практически то же самое Только почему фаска Такая большая Потому что Есть понятие Бевил депс Это как раз Вот размер фасок Поставим 0,2 И вот теперь Практически Один в один Две табуретки совпали Но за тем исключением Что мы можем выбирать Вид фаски Сейчас стоит Конкейв То есть вот Я поставил Конкейв Это обратное Закругление Конвекс Это внешнее закругление Вот как раз Конвекс Это такая закругленная фасочка Ну там всякие Ступеньки Тиснения Линия Соответственно Вы можете выбрать Подходящую фаску Есть вариант Custom В этом случае Вы получаете Такой вот редактор фасок И можете Свою Произвольную фаску Здесь настроить Как видите Можно управлять Манипулятором без Е Вот и Выставлять Любую Произвольную форму Или пользоваться Готовыми Вот таким образом Можно сделать фаску Любой Любого типа Допустим Закругленную Чего обычно модификатор Берл к сожалению делает неуде Заметьте Поскольку я применил Берл профиль сразу Ко всем четырем объектам Он применился Как инстанс Это означает Что если я буду редактировать Фаску на одном из них Допустим Вот на этом То она Изменится сразу На всех Довольно удобный момент Применяешь к одному Извините Применяешь ко всем Потом редактируешь на одном И Редактируется сразу На всех Вот мы видим с вами Два варианта фаски Традиционный старый Обычный Берл Это вот Берл профиль Вариант Поинтересный Насчет Берл профиля Это было только Начало Все таки главное Предназначение Берл профиля Особенно В старых версиях Макса Это было не делать Вот такие фаски Как с обычным Берл А делать фаски Всяких сложных форм Когда по сути Ты рисуешь Два объекта Путь И сечение Вот этот вот пример Первый из двух Который хочу вам показать По обеим Профилям Он предполагает Что в итоге Мы сделаем с вами Барную стойку Вот с таким Интересным Сложным Поперечным сечением И вот такую форму То есть можно представить Что здесь На прижатке стене И вот она стене Вот так буквы Г выходит Чтобы использовать Берл профиль Мы выделяем Объект Который называется Путь Вот это собственно Говоря он и есть Это путь А это вот условно Мы называем словом Сечением Так вот сначала Выделяется путь Потом к пути Применяется Модификатор Берл профиль И сейчас нам Нужен как раз Не импруфт А классик Обычный режим В режиме классик Как видите Настроек раздвое обчелся Но По большому счету Нам нужна Единственная настройка Пик Профиль Указать профиль Нажав ее Мы указываем профиль И в общем то все Профиль Сел на путь Сам профиль Можно убрать в сторону И его можно редактировать То есть Если сейчас я включу Например Профиль Вертекса И выделю какие-то Вертексы И подвину их По оси Z Профиль станет толще Тоньше И конечный объект Сразу на это среагирует Допустим Если вот эти точки Я буду выдвигать Ну конечно Таким перспективой Не можно этим заниматься Но сейчас так не проще Показывать Вот я и вижу как все В тот же миг Обратите внимание Обратите внимание Здесь не замкнутая линия Если бы я ее замкнул Вот давайте я использую Команду Connect Чтобы замкнуть ее То в середине Было бы отверстие Вот так он реагирует На замкнутую Или разомкнутую Профиль И еще У модификатора Bevel Profil Есть одна особенность Даже не одна а две Но давайте я вам покажу Последовательно Первая заключается в том Что если профиль удалить Делитом Обычным То объект будет потерян Давайте Побыстрее нажимаем Отмен Если же вы все-таки Решились С объектом Дальше что-то делать Буллином Вырезать из него дырки Как у нас проделывается Или обрезать часть его Или профиль вам нужен Для других целей Вы можете взять объект И нажать правой кнопкой Сделать конверту Editable Mesh Или Editable Poly В этом случае Объект станет Независимой сеткой Я нажал Конверт Editable Mesh И вот он стал Editable Mesh Все Теперь профиль можно удалить Например Ничего не будет Ну и с объектом Тоже можно как угодно Работать Обрезать Выдопустим В следующем примере По Bevel Profil Все Я хочу вам показать Создание вот такой Декоративной плакетки То есть Такая деревянная Или металлическая Подложка Чтобы на ней Можно было красиво Разместить надпись Какой-нибудь логотип Герб Что-то Вот эта плакетка В духе американского щита Вот это ее Поперечный профиль И такие штуки Удобно делать Bevel Профилем Но он иногда Капризничает При том так Что это очень-очень Смущает пользователей Давайте посмотрим Как это может выглядеть Я применяю Bevel Profil К этому щиту И Нажав кнопку Classic Pick Profil Указываю профиль Вот что получилось Видно что Этот профиль Вывернулся Не в ту сторону Вот дальше К сожалению Сделано не очень удобно У Bevel Profil Есть Так называемый Профиль Гизма Вот если лампочку Выключите Вы увидите Вот он Это и есть Тот самый профиль Который транслируется вдоль пути И вы можете По разным осям Поворачивать его На 180 градусов Тем самым Меняя его ориентацию То есть так он стоит На пути Или так он стоит На пути Вот сейчас он стал Явно не правильно И если включить Суб объект Профиль Гизма Взять команду Поворот Обязательно включить Привязку угла Поворота И схватить его Вот за эту ось Именно за нее И повернуть На 180 градусов Вы можете Крутить В слепую практически То есть не обращивая внимание На то что происходит Ориентируясь Исключительно Вот на это число Внизу экрана Который показывает угол поворота Так вот Повернув его На 180 градусов Вы как раз Поворачивать его Нужным углом И вот теперь Все замечательно Как видите Плакетка получилась Великолепная Хотя поворот Профиля Да Немножко неудобен Могли бы разработчики Будут смотреть Как легкий переключатель Для этого Но здесь В этом модификаторе Вам придется Вращать его Ну и все прочие Особенности Здесь тоже справедливо То есть если вы сотрете Вы потеряете объект Поэтому Можете сделать Convert to Editable Mesh Если вам очень хочется Этот объект получить Но дальше делать с ним Все что хотите Итак Модификатор Bevel Profile Очень хорош У таких ситуаций Я хочу заметить Если у вас версия 3ds Max 16 Или более ранее То у вас будет Только вариант Classic Собственно его Обычный вариант Если у вас 17 версия То по умолчанию Будет вариант Improft Который Немножко для другого Переключайтесь На Classic Следующий модификатор Это Lace Создание Тела Создание Вращения Этот модификатор Тоже в состоянии Немножечко удивить Нас И порадовать Но Давай сначала разберем Простой его Вариант применения Который В общем то всем Уженобилоскомен Кто хотя бы немножечко С ним Знакомился Это вот бокал То есть У меня есть вот такой Сплайн В виде формы бокала Я применяю к нему Модификатор Lace То есть Создание Тела Вращения Ну и Обычные настройки Сводятся к чему Вы включаете Ось Выравнивания Минимум Точка Выравнивания Если правильно Не ось Вот они сейчас Пока не нужны Включаем А вернее Ставим побольше Сегментов Допустим 32 Там или 64 И вот хочу Обратить ваше внимание На то что внутри бокала Здесь может быть Вот такой Блюк Из-за чего Из-за того что Тут не соединены Точки В одну То есть в центре казалось бы Точка одна На самом деле там Точек 32 штуки И они не склеены Всегда Если внутри Нету отверстия Сквозного Ставьте галочку Велтку Она эту проблему Решает И здесь И на основании Всегда ее Устанавливать И хочу заметить В результате Некоторых ваших Ошибочных действий Перечерчения Фигура Может получиться так Что где-то Будет Петелька Или разрыв И поверхность Может вывернуть Наизнанку Что плохо Это не очень хорошо видно В максе В последних версиях В максе Действительно Лицевая сторона Или обратная К вам смотрит В этого не почувствуется Это будет в основном Видно на рендере Но не всегда Но надеемся Такого не случится Тем не менее Есть галка Флип нормаль Которая меняет Лицевую сторону Как вообще понять Что такая проблема есть Ну в общем Вот если вы допустим Не видите тени То скорее всего Поверхность смотрит не туда Вот я ставлю флип нормаль Она действительно Разворачивается не туда И вот такая Получается беда Сейчас к сожалению Вообще непонятно Что какая там Проблема существует Но поверьте она есть Эту галочку Лучше не трогать Без нужды Но если вы видите Что с вашим объектом Что то не так Тогда ее лучше поставить Посмотреть Не появится на тему Правильный вариант Это видите сейчас Ну и давайте Рассмотрим вариант Поинтереснее В плане модификатора Лейс С которым Редко приходится Иметь дело Архитектором Но часто приходится Иметь дело В промдизайне Вот это Профиль Поперечный Немножко упрощенный Штампованного Колесного Диска А это Автомобильная Покрышка Подведенная На этот диск И я хочу получить Сам диск То есть вот такое Тело вращения Во первых Это ось Не Z Это ось X И не Y Кстати По умолчанию Ось Y используется Так вот Взяв объект Я нажимаю Модификатор Лейс И вижу Что вращение Идет по оси Y Это по умолчанию Хотя Здесь он показывает Что это Z На самом деле С точки зрения Лейс Вам нужно Переключить его На ось X Вот теперь Все замечательно Ну как замечательно Естественно Ось вращения Должна находиться Не здесь А вот здесь Собственно говоря Вот это я обозначил Положение Желаемой оси И это тот случай Когда ось Надо передвинуть Вручную Кнопки Min Max Уже не будут работать В этой плоскости Для того чтобы двигать Ось вручную Лучше всего Отключить глазик Временно Вот теперь мы видим Вот эту ось И она является Суб объектом То есть включив Экзис По оси Z Я двигаю ось До совпадения С моей разметкой То есть вот так Ну конечно Это можно сделать С большей аккуратностью Если у вас Такое желание есть Вот можно Прям вот идеально Практически Из привязок Тоже мне не мешает Это сделать Сейчас я Ограничусь Некой условной точностью В любом случае Вернув обратно Глазик Я получаю Вот такой Замечательный Колесный диск Могу показать Как ось перемещается Когда глазик Включен Это тоже довольно интересно Вот мы видим С вами какой Сгрижется И это по сути Влияет на радиус Отверстия Я выключусь Поставлю Побольше еще Сегментов 64 допустим Вот я получил Диск с посадочными отверстиями Ну а чтобы сделать Автомобильную покрышку Я выделяю покрышку Также применяю Модификатор Lace И повторяю Все по второму кругу То есть Нажимаем Ось Х Включаем Перемещение оси Выключаем Глазик И вот начинаем Двигать вниз Но можно Глазик вернуть Вот видно Как покрышка Садится на диск Опять таки При совпадении Аккуратно С разметками Вот видно Что покрышка Идеально сидит на диске Не очень характерное Применение лейза Допустим Для интерьера Но очень Я считаю Интересное Достойное Хорошо Также У модификатора Lace Есть понятие Которое я уверен Многие из вас уже заметили Кто работал с ним Это digris То есть собственно Угол На который Лейс срабатывает Таким образом Какие-то разрезы Такие можно показывать Симпатичные Можно показать Диск нашего разреза Можно повернуть его немножечко Чтобы он Вот так вот Как на макете Был виден С лейзом Это все что я хотел сказать И Последний Из этой серии Пятый И в общем на мой взгляд Самый сложный Модификатор Это модификатор Свип С помощью свип Вы можете создавать Разные Плинтуса Карнизы Молдинги Я хочу вам показать Два примера Первый пример Это как с помощью свипа Сделать Плинтус Пример Ну просто самый Штагназ классический Чтобы модификатор Свип можно было использовать Вам нужно нарисовать Два объекта Это путь Вот я Как видите Нарисовал линию Идущую точно По границе пола И стены И это Сечение Плинтуса Желательно Сечение Рисовать В точных размерах То есть Нарисовать сначала Прямоугольник А потом внутрь его Вписать сечение Но сейчас Оно нарисовано Явно Крупновато Кстати надо будет Что-то сделать Позже мы увидим Что-то Итак взяв путь Я применяю к нему Модификатор Свип И у модификатора Свип По умолчанию Нам предлагают Стандартные Сечения Всех там Кружочки И прочие Швелера И двуталлы Я включаю Custom Секшн То есть Тем самым Я указываю Что желаю Использовать свое собственное сечение Нажимаем кнопочку И указываем Это самое сечение И вот Сечение Встало на путь Но если посмотреть В разрезе То видно Что сечение Встало так Что часть его Провалилась в стену Часть в пол Это все потому Что есть понятие У свипа Очень полезное Точка выравнивания По умолчанию Сечение Выравнивается Центром на путь Ну и естественно Середина плинтуса Встает на границу Пола и стены И Остальное все Проваливается стеной в пол Нажав Кну выравнивания По правому нижнему углу Я вижу Что Неудачный вариант Правильный ответ был По левому нижнему углу Вот теперь все хорошо Ну Не считая того Что плинтус Очень крупный Могло бы Получиться хуже Могло бы Получиться так Что плинтус по умолчанию Лицевой стороной Развернут в стену В этом случае Не пытайтесь его крутить Как скажем с Бевил профилем Тут подход другой Куда более Разумный Вот галки Mirror XZ Mirror XY Так вы можете сделать Карниз И так вы можете если что Развернуть его лицом От стены Также предусмотрен Параметр Angle То есть угол Который позволяет его Положить Как вам удобнее Также предусмотрен Овсет Который позволяет его Отодвинуть от стены Или от пола Но сейчас Я бы хотел заметить Несколько мелочей И несколько серьезных Моментов Ну вот первая мелочь То что углы Совершенно не читаются Такое ощущение Что углы зализаны И так оно и есть Старайтесь У свипа всегда Ну почти всегда С плинтусами уж точно Совершенно Отключать галочку Smooth pass Сглаживать вдоль пути Именно она дает Четкие углы И второй момент Размер вашего сечения Явно крупноват Если вы возьмете Сечение плинтусы И пробовать его Смасштабировать Вы увидите Что это никак Не учитывается Модификатором свит Его было бесполезно Масштабировать И до операции Это бы не было Учислено бесполезно Масштабировать сейчас Но вы Можете Включить Управление Сплайнами И масштабировать Сам сплайн Казалось бы Это одно и то же Но во втором Случае При масштабировании Сплайна Физически перемещаются Точки И это свип разумеется Учитывает Поэтому если вы Желаете поменять Размер плинтуса Берете сечение Включаете сплайн И масштабируете его Ну и естественно Также будет реагировать На другие попытки Поменять сечение Например Если вы Сделаете Сечение Повыше Вытяните Он Естественно Отлично Также как видите У нас Плинтус Удалить Вернувшись К свипу Вы увидите Что плинтус В этом месте Прерывается Надумайте Его снова продолжить Опять Замкните Коннект И все будет Хорошо Это первая Ситуация С применением Модификатора Вторая Ситуация Я хочу Вот На этот Арочный Сделать Красивый Наличник Само сечение Наличник У меня Уже Есть Он Довольно Широкий Но Мне Нужен Путь По которому Наличник Буду строить Мне нужна Линия Совпадающая С аркой Идеальная Чтобы Такую Линию Получить Самый Технологичный Если Вы Эту Стену Строили Не Буллианами А Нормально Сплайнами То Вы Можете Взяв Стену Вернуться В Эдитабл Сплайн И Теперь Вы Сегменты Которые Себя Представляют Нужный Вам Путь И Найдите Команду Детач Наверняка Наверняка Знаете Для чего Нужна Команда Оттач Присоединение И Код Детач Обратная Команда Ни в коем случае Не нажмите ее просто так Иначе вы отломаете Стены этот кусок И стена у вас перестанет Существовать в прежнем своем виде Обязательно поставьте галку копия Тем самым вы говорите с системе что вы желаете получить вот эту детальку Как отдельный объект Помимо того что она останется у стены Как ни в чем не бывало Так вот нажав Детач И придумав какое-нибудь имя или оставив имя по умолчанию Сейчас я думаю оставим по умолчанию Я выключаю сегмент Возвращаюсь к экструду И я вижу что вроде бы ничего не поменялось Хотя вот здесь теперь У меня есть линия Построенная с помощью Детач То есть это вот точный повторенный контур Этого проекта Ну что же это сильно облегчит мне жизнь По крайней мере мне придется заново чертить всю ерунду Итак Со стеной кстати говоря то же самое я естественно сделал Когда я строил путь для Плинтуса Я так же выделил вот эти сегменты Сделал Детач Полученный Плинтус Хотя можно было и с привязкой его прочертить по точке Но в случае с дугой Прочертить по точку с привязкой уже значительно сложнее Поэтому Детач здесь однозначно удобно Но впрочем я отвлекся Итак насчет свипа Теперь у нас есть путь Я применяю к нему свип Итак я применил модификатор свип Давайте немножечко другим цветом Я его пока сделаю чтобы было хорошо видно У свипа Включил кастом секшн И команда пик указал сечение Вот сечение встало Но только я вижу что оно провалилось внутрь вот так Неожиданно Потому что выравнивание он взял с того еще раз И неверное выравнивание Поставим по правой нижней точке Как я хотел сначала спринтусу Но спринтус как раз не прокатило А здесь как видите подкатило И я получаю вот такой вот абсолютно правильный проем Оформленный красивым наличником Ну если я хочу наличник на ту сторону сделать Естественно мне уже не нужно делать свип второй раз Мне достаточно взять вид сверху Во-первых подровнять этот наличник Можно весь экран сделать Но во-вторых использовать команду Зеркало Мера Ось Y Инстанс Окей И вот я получаю наличник на вторую Но это уже не имеет конечно отношения к свипу Хотя В целом Смотрится очень симпатично Ну что же дорогие друзья Вот они пять замечательных модификаторов Обычный экструд Экструд с фасками Можно сказать тоже В какой-то степени экструд с фасками Но уже фаска произвольная Хотя тут же больше можно сказать что это какой-то аналог свипа Кстати говоря бевел профили свип часто Используют друг вместо друга Но всегда старайтесь применять свип Если для этого есть возможность Бевел профиль хороший по сравнению с свипом только тем Что можно получить сразу лицевую поверхность Свип лицевую поверхность не строят То есть если сделать такую штуку свипом Здесь будет гибко сквозна Потом придется ее зашивать Бевел профиль же готов сделать сразу с плоскостью Лейс конечно без которого Очень трудно в интерьере, в архитектуре Потому что всякие колонны и прочее строятся Сво помощью замечательно Да и декоративные предметы отлично вырисуются Ну и конечно редко когда интерьер обходится без свип Потому что всякие лентуса, фаски, молдинги Сво помощью получаются великолепные И так друзья мои показал все что хотел Успехов вам в работе, спасибо за внимание Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok